Добро пожаловать на канал Рецепты из Тетради. Сегодня я предлагаю приготовить пирог с грушей и сыром. Это легкий, изысканный, оригинальный, эффектный и очень вкусный десерт, который может стать отличным завершением любого застолья. А еще этот пирог быстро и легко готовится, и подавать его можно как горячим, так и холодным. Поэтому и готовить его можно как заранее, так и прямо перед подачей. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, сначала припыляем рабочую поверхность мукой и берем 500 граммов уже размороженного слоеного бездрожжевого теста. Выкладываем его на рабочую поверхность. Если тесто в рулете, то раскатываем его. Если в пластинах, то разделяем на отдельные пластины. Я предпочитаю делать пирог порционным, поэтому 3 из 4 пластин теста разрезаю пополам и выкладываю получившиеся квадратики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Если вы будете готовить один большой пирог, то просто выложите на противень примерно 3 четверти от общего количества теста, а далее все делайте в более масштабированном варианте. Теперь нам понадобится 150-200 граммов любого сливочного сыра, которым нужно смазать каждую заготовку из теста, оставляя несмазанным примерно 1 см с каждого края. Следующий ингредиент – одно яйцо, а еще лучше один желток, поскольку на пирог уходит только часть яйца. Яйцо слегка взбиваем вилкой, чтобы разбить его структуру и смазываем им свободные от сливочного сыра края теста. Затем разберем оставшуюся четвертую пластину теста и разрезаем ее на тонкие полоски шириной от 5 до 10 мм. А потом выкладываем полосочки на смазанные яйцом края заготовок, формируя бортики каждого будущего мини-пирога, которые также нужно смазать яйцом, чтобы они получились красивого золотистого цвета. Основы мини-пирогов подготовлены, поэтому займемся начинкой. Для этого берем грушу твердых сортов весом около 400-500 граммов. Разрезаем фрукт пополам и удаляем у груши или у груш, если они более мелкие, семенные коробочки и другие жесткие части. А затем нарезаем каждую половинку слайсами толщиной около 2-3 мм. Если груша у вас с жесткой шкуркой, то ее можно полностью очистить. Теперь берем 200-250 граммов сыра камамбер или бри, который также нужно нарезать тонкими около 2-3 мм слайсами. Здесь отмечу, что если вы хотите получить пирог с более нежным и деликатным вкусом, то отдайте предпочтение бри, а если вы любите более насыщенные вкусы, то берите камамбер. Ну а дальше все просто. Заполняем заготовки пирогов начинкой, выкладывая лесенкой слайсы сыра и груши, чередуя их между собой. Если вы не имеете ничего против сыра с голубой плесенью и хотите сделать вкус пирогов еще более оригинальным и выразительным, то сверху каждую заготовку мини-пирогов можно присыпать небольшими кусочками любого сыра с голубой плесенью. Нам осталось только отправить противень с заготовками пирогов в духовку, где они будут запекаться 20-25 минут при температуре 180-200 градусов. Как я уже говорила, подавать такие порционные пироги можно как в холодном, так и в горячем виде. Они в любом случае остаются вкусными и очень ароматными. При этом, несмотря на то, что мы использовали сладкую грушу, сами по себе пироги получаются не очень сладкими. И чтобы сделать этот десерт еще более вкусным и вот прямо десертом-десертом, очень советую перед подачей по вкусу полить пироги медом. А потом еще присыпать измельченным орехом. У меня это миндаль. Ну и не лишним будет добавить несколько листиков мяты, которые придадут десерту нотку свежести. На мой взгляд, такие порционные пироги – это идеальный вариант десерта для любого праздничного меню, а особенно для новогоднего или рождественского. Когда завершить праздничный ужин или обед, хочется чем-то сладким и вкусным, но максимально легким и необычным. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!